ПЕСНЯ Программа 13-го фестиваля «Манящие миры. Этническая Россия» познакомлена зрителей с уникальной культурой коренных малочисленных народов российского севера – итальменов, эвенков, чукчи, эскимосов, саамов, ненцев, нивхов, нанайцев и ультов. Если честно, я очень горжусь нашей Сахалинской области, потому что мы проехали уже 7 муниципальных образований и везде у нас очень хорошо встречает зритель. Зритель очень благодарный, активно участвует в нашей интерактивной программе, активно аплодирует. И очень хороший, гостеприимный у нас наш зритель и меня это очень радует. Везде встречают нас хорошо. Программа фестиваля обширна. На фото-выставке итальмены-индейцы России ахинцы смогли ознакомиться с современным бытом коренного малочисленного народа Камчатки – итальменов, потомков индийского племени тлинкитов. Также вниманию зрителей была представлена выставка традиционных ремесел. Здесь были изделия из оленя и рыбьей кожи, меха, прибрежен травы, вышивка бисером, резьба по кости. Изделия творческих коллективов Чукотки, Мурманской области и Камчатки. Это аппликация из замши, меха, кожи, нити. Очень интересная работа делать. Изделия из бисера, из кожи морского зверя, оленей кожи и шкуры. Все сделано вручную. В так называемой интерактивной программе артисты фестиваля вместе с ахинской детворой показывали навыки северного танца, национальных игр и звукоподражания. Манящие миры объединили 12 коренных народов России. Таким образом и география проекта впечатляет. В фестивале принимают участие артисты Камчатки, Чукотки, Алтая, Эвенкии, Ямала, Мурманской и Сахалинской области. Традиционные песни и композиции собственного сочинения исполнил колоритный мужчина, романтик российского севера Владимир Хоменко. Именно он был одним из инициаторов поездки в фестиваль на Сахалин. Я из Эвенкии, поселок Тура, это Красноярский край, географический центр России. Я буду сегодня петь свои песни, дедушкины, скажем, песни российского севера. Но я уже буду в такой более стилизованный момент. А вообще фестиваль. Мы знакомим зрителя от начала и до конца, то есть весь спектр. Все, что можно сделать, скажем, в поднической стиле. Мы шли на автобусе всю дорогу, поэтому это очень удобно, чтобы мы можем доехать в каждую деревню, где живут коренные, маленькие поселки. Там до 150 человек мы там тоже бываем, поэтому нам, как родителям, это важно. И просто люди сегодня не могут доехать во все точки на концерты, поэтому мы идем к ним. Тем, кому посчастливилось прийти на площадь в воскресенье, довелось услышать всемирно известного исполнителя традиционного алтайского горлового пения Кай, Болота Байрышева. Заслуженный артист России и Алтая давно мечтал побывать на Сахалине. Заслуженный артист России и Алтая Заслуженный артист России и Алтая давно мечтал побывать на Сахалине. Я желал попасть в ваши края, и вот наконец-то сбылась мечта благодаря фестивалю «Манящие миры». Мы, можно сказать, долю поперек проехались. И знаете, везде встречает народ, от души видно, у них глаза горят. И мне лично даже горд я, что так слушает, принимает. Это моя миссия – говорить, нести свою культуру, своего народа. Я спел о легенде Пазырыкского кургана. Есть знаменитый курган Пазырык. Были найдены такие экспонаты, которые многие хранятся сегодня в Санкт-Петербурге, в Эрмитаже. А также я исполнил отрывок из героического эпоса о Чебала, о правителе, о девушке-богатыре, как она правит своим народом. Эта эпоса поется в течение трех-четырех ночей. Я исполнил просто отрывок. Как вы дорогу переносите по Сахалину? Что запомнится? Знаете, зритель. Зритель, сама организация. Мы, когда команда ездит, ничего такого не чувствуем. Все слажено, отработано. Вот это, я думаю, это большой уровень. Потому что я на профессиональной сцене уже 32 года. Я много поездил по миру, знаю. И здесь Сахалин я не хвалю. И не хвалюсь. Правда, очень понравилось. Ахинцы были сильно впечатлены выступлениями артистов. Их эмоции были яркими. Я очень рада вообще, что у нас такое. Я так думаю, что это, наверное, поддержка нашего государства, что люди, которые уже вымирают и которых очень мало, действительно могут продолжать свою, так сказать, национальные традиции. Ну, мне очень нравится. Я сама приехала с Южно-Сахалинска на несколько дней сюда. Вообще, я раньше здесь жила и родилась. И, ну, в общем, я в восторге, честно говоря. Мне очень понравился фестиваль. Я по Южно-Сахалинску видела его. В общем, мне нравится. Очень рада, что они к нам приехали. Владимир Хоменко к нам приезжал уже на 9 мая как-то раз. И мы его пригласили. Он был у нас в местной общественной организации нашей Ахинской. Мы с ним побеседовали и пригласили. И вот он сказал, что соберет группу и к нам приедет. Планировали столь масштабное мероприятие два года. Его организация – дело трудоемкое и требует крупных денежных средств. За 13 лет творческий уровень фестиваля «Манящие миры. Этническая Россия» вырос, объединив артистов от Мурманска до Чукотки, Камчатки и Сахалина. Они выступают по всей России. Но особая атмосфера путешествия именно по острову надолго останется в памяти участников фестиваля. В каждом населенном пункте их ожидал теплый прием. Мы заезжаем в эти мононациональные поселки, в которых 200-250 жителей. В Яхту мы из Александровского, 170 км туда, 170 обратно на Вахтовке. Мы ездили туда. Мы были в Червунде, где пришли все жители, которых на руках принесли в колясках. И даже собаки все пришли. И вот, знаете, вот село. Вчера на валу в село подъезжает 16 машин. Весь транспорт сельский здесь. Все, опять же, от мала до велика. Ну, собак вчера было поменьше, но, видимо, в самом поселке их поменьше. Но они все от мала до велика. И они рады, что к ним наконец-то заглянули. И мы рады с ними пообщаться, потому что вот этот обмен энергетический, он совершенно сумасшедший. Организация тура на Сахалине была близка к идеалу. Островные ансамбли пересоединялись по ходу следования фестиваля. И к тому же народные коллективы Острова к месту выступления передвигались на своем транспорте. Так, Арила Миф, народный национальный хореографический ансамбль из Новлик, приехал в Аху и Некрасовку. А народный Нивский национальный ансамбль Пилакен выступал на валу и в Новликах. Для малочисленных народов участие в фестивале это неоценимый опыт общения и возможность профессионального роста. На фестивале этнические коллективы познакомили ахинцев с уникальной культурой своих народов. Не только в оригинальном их исполнении были и шуточные номера. О, я тебя сейчас выиграю! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давно проиграл! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Единственный в стране кочующий фестиваль манящей миры «Этническая Россия». Ежегодно участники преодолевают тысячи километров, представляя культуру коренных малочисленных народов России. Жители острова остались под впечатлением от выступлений артистов и вновь будут ждать их на сахалинской земле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова